Торжественный вынос знамени 57-й по счету выпуск в Академии называют беспрецедентным. В строю впервые все иностранцы. Слушатели и курсанты – всего более 70 офицеров из 9 стран мира. Четверо из них получили золотые медали, еще 9 – дипломы с отличием. Дальнейшую службу военнослужащие собираются проходить на родине. Что ждет впереди, пока неизвестно. Но это молодежь не пугает. Говорят, куда важнее оставшаяся на всю жизнь память о проведенных в Академии пяти годах службы. Казахстан, Иран, Вьетнам и Армения – представители всех этих стран Тверская земля навеки связала крепкой дружбой. Нам очень приятно учиться в Академии и даже в Твери с русскими людьми. И хочется уйти, уже все, да, заканчиваем, уже все. Мечта стала реальностью. И с второй стороны, да, реально грустно, чтобы с ними расставаться, потому что пять лет бок о бок воевали, как говорится. Очень хорошая Академия, знания очень, образование хорошее. Академия сейчас развивается. Советую всем поступить сюда, гордиться своей страной. Около памятника маршалу Жукову новоиспеченные лейтенанты прощаются со знаменем «Альма-Матер». В руках монеты. Именно их, на счастье, выпускники лихо подбрасывают в воздух во время завершающего церемонию парадного марша. Этот выпуск в 2013 будет вписан в историю Академии не только благодаря многонациональному составу выпускников, но еще и потому, что на этом празднике теперь ни слова не упоминает о ее закрытии. Благодаря решению нового министра обороны, козница кадров для воздушно-космической обороны России включила вторую жизнь. Тверская Академия ВКО имени Жукова после трехлетнего перерыва вновь открывает свои двери для курсантов. Уже в июле ее ряды пополнят 82 человека. Впрочем, это будет потом, а пока что пожелания. Звучат самые главные слова от самого главного наставника Академии Вячеслава Рыжонкова. Главное, чтобы не пришлось им применять те знания, которые они здесь получили на практике. Войны чтобы не было.